Добрый день! Нашей страной в частности. Обеспокоенность вызывает и наращивание военного присутствия НАТО у границу ДКБ, внешнее давление, а порой и откровенные выпады в адрес официального Минска. Речь в том числе о двойных стандартах. Судите сами. Западная демократия активно поддерживает протесты в других странах, но волнение у себя подавляют жестко и бескомпромиссно. Свидетельство тому — митинги против ограничительных мер во время пандемии. Коронавирус лишь обострил конфликты. Были и события, которые повысили градус региональной напряженности и на пространстве организации договора о коллективной безопасности. Армения до недавних пор находилась в состоянии войны из-за Нагорного Карабаха. Кыргызстан пережил смену власти, которая сопровождалась погромами и столкновениями. Беларусь столкнулась с небывалым внешним вмешательством. Цветные революции, которые развернулись в ряде государств, это никакие не цветные революции. Мы видим по Беларуси, это обычный мятеж. Революция — это когда есть основа для революции. Мы все с вами изучали. Когда низы не хотят, верхи не могут и так далее. И когда есть революционеры, никаких революционеров ни у нас, ни у вас сегодня нет. Все так называемые революционеры хотят жить хорошо и желательно за чужой счет. И когда с ними начинаешь разговаривать на их языке, они быстро превращаются из так называемых революционеров в беглых политических. Поэтому никаких там лучших намерений не было и нет. Дело, цитирую, в исторической принадлежности белорусских земель Польши. Это заявляется уже в открытом режиме. Ну, слушайте, разве я как президент и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно, кому. В этом направлении действуют. Второе. Это абсолютно сейчас точно стало. Нам известно дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Скажите, как на это можно реагировать? Третье. Дело в создании санитарного пояса между Евросоюзом и Россией. Но это дальняя, давняя мечта. Это цели, которые после распада Союза в середине 90-х не удалось реализовать. Ну, кто-кто. Но мы с президентом России это очень хорошо понимаем. События в Беларуси, открыто уже говорят, это трамплин, мягко, для давления на Российскую Федерацию. Эксперты утверждают, вмешательства во внутренние дела будут продолжаться. Мир стал намного прозрачнее. Но неизменным остается тот факт, что с помощью силы социальные или политические противоречия в государствах не решить. Ценность государства это то, что, пожалуй, разделяют сейчас все. И ценность государства, конечно, в данном случае должна как раз-таки помогать решать внутренние проблемы страны. Потому что если у вас есть сильная государственность, у вас есть институты власти, то эти институты, соответственно, должны оставаться стабильными. И не должно происходить такое, что власть меняется вместе с разрушением институтов. Это принципиально недопустимо. В любом случае, актуальные проблемы в организации остаются. И чтобы их обсудить, Александр Лукашенко предложил провести консультации очно в более широком составе. Основные сражения за Беларусь сегодня происходят не на улице и даже не в высоких кабинетах, а именно в информационном поле. Такое мнение прозвучало в Палате представителей за круглым столом представителей средств массовой информации и депутаты. 2020-й для белорусского инфополя выдался особенно напряженным. В погоне за сенсациями отдельные СМИ, которые, по мнению экспертов, уместнее называть средствами массовой манипуляции, недостоверно освещали события в нашей стране, становились способниками организаторов несанкционированных выступлений, стремясь передать им радикальный и даже антигосударственный характер. События этого года, считают аналитики, показали, насколько важно не только иметь актуальную законодательную базу, но и нарабатывать существующую практику ее применения. Мы обсудим те вызовы современные и технологические, и идеологические, и психологические, которые присутствуют в информационном поле, и попробуем выработать некие инструменты, возможно, с одной только целью. С целью максимального удовлетворения в информации населения, плюрализма мнений допустимого, отсутствия искаженной информации, которая влияет на общественное мнение, и как это сделать в первую очередь в русле законодательства. Защита информационного суверенитета и обеспечение информбезопасности по-прежнему среди основных задач. Когда есть угроза, меры, как подчеркнули за круглым столом, принимать обязаны все, без исключения госорганы. Неделя торжеств – флагман технического образования. Белорусский национальный технический университет готовится отметить вековой юбилей. Дата – 10 декабря. А в преддверии по предприятиям, где работают выпускники вуза, отправилась эстафета огня. Сегодня ее подхватил Минский автомобильный завод. Предприятие развивается стремительно, выпускает линейку грузовой, пассажирской, строительной техники. Из новинок – первый в мире автокран грузоподъемностью 32 тонны. Премьерные экземпляры уже работают на «Беларусьнефти». Разработана современная модификация автобусов. Больше 300 новых машин до конца года выйдут на улицы Минска. И именно грузовики «Маза» участвуют в мировом ралли-рейде «Дакар». Эстафета по производствам – лишь часть юбилейных торжеств БНТУ. В самом вузе открывают современные лаборатории. В главном корпусе установят капсулу времени, где каждый сможет оставить послание потомкам. Кроме того, к столетию вуза запущен новый сайт. Спустя месяц после выборов Дональд Трамп все еще обещает изменить их исход. В обращении, которое длилось 46 минут, действующий президент США заявил, что его штаб за последние недели собрал, цитата, «ошеломительное доказательство фальсификации». Наибольшей критике подвергся процесс голосования по почте, который, по мнению республиканца, привел к невиданному по своим масштабам мошенничеству. Если эта информация подтвердится, подчеркнул хозяин Белого дома, демократ Джозеф Байден не сможет стать следующим президентом. Ну а между тем, ситуация с ковидом в Соединенных Штатах ухудшается. Здесь сообщили о самом большом количестве смертей за сутки – 2760. Такого не было с апреля. В мире уже 64,5 миллиона случаев заражения. До 10 января продлен карантин в Германии. Ситуация в стране пока не улучшается. В Испании на Рождество и Новый год нельзя будет собираться компаниями больше 10 человек. Также введут запрет на поездки по стране и комендантский час. Но одно новогоднее чудо власти разрешат. В праздничные дни испанцам можно будет навестить родственников, которые живут в других регионах. А вот в Чехии перед праздниками ограничения решили смягчить. В стране отменен комендантский час. Магазины и рестораны принимают посетителей. Зато в Хорватии карантин усиливают. До 20-х чисел декабря закрываются все рестораны, бары, спортклубы. Также запрещено устраивать свадьбы и проводить ярмарки. Новые запреты и в Литве. В общественных местах там теперь нельзя собираться больше двух, если это не семья. Торговым центрам рекомендовали отказаться от дегустаций. С ограничениями в страны приходит и массовая вакцинация. К ней уже готовится Великобритания и Россия. У соседей она начнется на следующей неделе. И первыми вакцину получат врачи и учителя. Произведено более двух миллионов доз. 75 тысяч жителей Шри-Ланки эвакуировали из-за тропического шторма, который обрушился на восточное побережье страны. Людей начали спасать за несколько часов до непогоды. Открыто свыше 200 центров временного пребывания. В некоторых провинциях закрыли школы и госучреждения. О разрушениях пока не сообщается. Предварительно к субботе шторм достигнет берегов Индии. А эти кадры из аэропорта Калькутты, откуда вовремя не смогли вылететь два рейса. И все из-за диких пчел. Рой два дня срывал работу в воздушной гавани. В первый раз насекомые атаковали самолет, который собирался в Дели. Их с лайнера смыли водой. Ну а на второй день проникли в багаж другого самолета. На помощь грузчикам, которых пчелы изрядно потрепали, снова пришлось вызывать пожарных.